Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Зарина Ахметова. Смотрите сегодня. Камень на камень, кирпич на кирпич. В Альметьевске начались конкурсы профессионального мастерства строителей. Критерии конкурса скорость, кто быстрее сделает и кто качественнее сделает. Экономичный и экологичный. О преимуществах велосипеда рассказывают экологи и велолюбители. Если сократить на 10% поездки в городе нашем, это позволит сократить ежегодные выбросы углекислого газа в атмосферу в нашем городе на 14 тысяч тонн. Взяли все препятствия. Воспитанники конно-спортивной школы Альметьевска завоевали 5 золотых медалей на межрегиональном турнире по конкуру. Я как бы первый раз пришла, я влюбилась просто в этих животных, в лошадей. В Альметьевске стартовал традиционный конкурс профессионального мастерства рабочих строительных специальностей. Сегодня в православной гимназии Светоч, которая возводится на улице Пушкина, за звание лучшего соревновались штукатуры. На суд жюри свою работу представили две команды. Кому лучше удалась отделка стены, расскажет наш корреспондент. Оштукатуривание стен – задача, которую эти рабочие решают ежедневно. На то они и штукатуры. Получится ли у мастеров своего дела показать хороший результат, решили узнать организаторы конкурса. Оштукатурить 7 квадратных метров с соблюдением технологии. Такое задание получили участники конкурса профессионального мастерства. Критерий конкурса, скажем так, скорость, кто быстрее сделает и кто качественнее сделает, тому, соответственно, и плюс. Помимо скорости выполнения, комиссия смотрит и за соблюдением техники безопасности, и за чистотой на рабочем месте. В прошлом году в конкурсе участвовало 4 команды из трех строительных организаций. В этом участников наполовину меньше. Зато в этом году участие наравне с мужчинами принимают у женщины. Представительницы компании «Стройсервис» Айгуль Бахтигараева и Гульфия Насырова сегодня за звание лучших соревновались с мужчинами из компании «Арслан». Свою работу они выполняли ничуть не хуже. Да и с мнением, женщине на стройке не место, совершенно не согласны. Ну как уж не место. 11 лет работаю, уже живая. Ничего, можно дальше работать. Соперники хрупким женщинам попались действительно сильные и ловкие. Поэтому команда «Арслан» работу закончила быстрее соперниц. Соперники уже сильнее, мужики же все-таки. А мы физически сильнее. Чисто, ровно и без трещин. Такую установку удалось выполнить обеим командам. Поэтому сразу после сдачи от штукатуренной стены они приняли за теоретическую часть конкурса. За 10 минут участники должны были ответить на 15 вопросов. По итогам суммирования баллов первое место с разницей в балл заняла команда «Арслан». Соответственно, второе место досталось дамам из строительной фирмы «Стройсервис». Награждение победителей состоится во время празднования Дня строителя. Полина Сураева, Эльдар Гемаев, Альметьевск ТВ. Следующая информация для тех работников, чей труд используется на так называемом сером рынке. Исполнительный комитет Альметьевского района сообщает, что по вопросам, связанным с неформальной занятостью и задорностью по заработной плате, можно обратиться в систему «Народный контроль» на сайте государственных услуг Республики Татарстан или сообщить по телефону горячей линии 88-553-45-50-66. За неделю с 17 по 23 июля в Татарстане зарегистрировано 498 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями. Как передает региональное управление Роспотребнадзора, заболеваемость острыми кишечными инфекциями на данный период превысила среднемноголетний уровень на 18%. Специалисты напоминают, важно соблюдать правила личной гигиены. Лето – время свежих овощей и фруктов. С самого начала сезона на улицах города развернулись лотки и палатки, торгующие самой разнообразной растительностью – от картошки и капусты до киви и манго. А сейчас уже появились арбузы и дыни. Всем известно, что свежие спелые плоды – это ни с чем не сравнимый источник витаминов и полезных микроэлементов. Но, к сожалению, они же способны стать причиной кишечных заболеваний. Дело тут в первую очередь в низкосанитарной грамотности и пренебрежении нормами гигиены. Врачи напоминают, что перед употреблением любые овощи и фрукты необходимо помыть в горячей воде или обдать кипятком. Руки надо мыть как можно чаще, а перед едой обязательно. При купании в водоемах стараться, чтобы вода не попала в рот. Вообще сырую воду лучше не пить, даже водопроводную. Лучше бутилированную или кипяченую. Инфекциями за 6 месяцев 2017 года всего зарегистрировано 335 случаев острых кишечных инфекций. Или 165,8 на 100 тысяч населения. Это на 32,7% ниже уровня заболеваемости острыми кишечными инфекциями прошлого 2016 года. Среди случаев острых кишечных инфекций, возбудители которых установлены, встречаются такие возбудители, как протеи, синегнойная палочка, клепсиела. Это те возбудители, которые мы называем условно патогены. В своих сюжетах мы не раз говорили о том, что велосипед – это экономичный и доступный транспорт. А также, что занятия велоспортом и просто велосипедные прогулки положительно влияют на здоровье. Но не стоит забывать и еще об одном важном преимуществе велосипеда – это экологически чистый транспорт. Что думают на этот счет специалисты, узнаем из следующего сюжета. Велосипед не зря считается одним из самых экологичных видов транспорта. А из городского транспорта он и вовсе самый экологичный. Двухколесный движется исключительно за счет мускульной силы, не требует топлива и, соответственно, не выбрасывает в атмосферу вредные выхлопы. Чего не скажешь, конечно, об автомобилях. Экологи уверены – пользуясь велосипедом, мы сможем сократить выброс автомобильных выхлопов. В прошлом году мы взяли цифру по количеству автомобилей в нашем городе и пришли к таким данным. Если сократить на 10% поездки в городе нашем, это позволит сократить ежегодные выбросы углекислого газа в атмосферу в нашем городе на 14 тысяч тонн. Это сопоставимо с выделением кислорода с лесом в площадью 600 гектаров. В том, что в городе, где люди предпочитают велосипед-автомобилю, легче дышатся, убеждены и велолюбители Альметьевска. Они надеются, что когда-нибудь большая часть жителей Нефтеграда будет передвигаться именно на двух колесах, а не на четырех. Ведь для этого есть все предпосылки. Если же у нас город пересядет полностью на велосипеды, то да, у нас очень город хорошо приспособлен для этого. Народ будет здоровее, соответственно. В любом случае воздух будет чище. К тому же велосипеды занимают гораздо меньше места, чем автомобили. На дороги, парковки и гаражи уходят огромная часть городского пространства. Велосипеду таких площадей не нужно. Нам, как игологам, конечно, на первую очередь приятно видеть. Больше количества велосипедистов, во-первых, это сокращает автотранспорт или позволяет посадить его в гаражи. Также это решает вопрос с парковками. Даже если представить, что все сотрудники какой-нибудь крупной компании приедут на работу на велосипедах, их парковка займет в десятки раз меньше места, чем такое же количество автомобилей. Елена Марданшина, Полина Сураева, Эльдар Гемаев, Эдуард Калинкин, Альметьевск ТВ. Далее информация для тех, кто ищет работу. 28 июля в Центре занятости населения пройдет ярмарка вакансий для инвалидов, а также всех желающих. У посетителей ярмарки будет возможность ознакомиться с банком вакансий службы занятости, встретиться с работодателем и договориться о трудоустройстве, пройти тестирование на определение своей профессиональной ориентации у психолога-профконсультанта. Мероприятие начнется в 9 часов в Центре занятости. Это еще не все новости, и вот что вы увидите во второй части нашей программы. Еще больше детских и игровых площадок. Большое преображение ожидает третью очередь каскаду прудов. Нефтяник и Акбарс. 26 июля в юбилейном состоится товарищеская встреча хоккейных клубов. Взяли все препятствия. Воспитанники конно-спортивной школы Альметьевска завоевали 5 золотых медалей на межрегиодальном турнире по конкуру. Водно-архитектурный комплекс каскад прудов ожидают большие перемены. На третьей очереди каскада скоро появится еще одна спортивно-игровая зона. Здесь идут строительные работы, выравнивается поверхность, переносится коммуникаций, устанавливаются подпорные стенки, основания и винтовые сваи. Территория каскада будет разделена на активные зоны. Основными элементами проекта станут детская и скейт-площадки, оригинальные арт-объекты «Нефтяша», «Любовь», «Любимый Альметьевск», «Прогулочные дорожки», «Пирс», «Зеленый лабиринт», «Входная группа» и многое другое. Смертную стоимость данного объекта составляет 100 миллионов рублей. Общая площадь застройки 17 тысяч квадратных метров. На данной территории планируется разместить детскую мега-площадку площадью 5 тысяч квадратных метров. Пирский парк на тысячу квадратных метров, террасные пешеходные дорожки. Также устройство световой подсветки в парковой зоне. Открытие объекта планируется на день города. Далее информация для любителей хоккея. 26 июля во Дворце спорта «Юбилейный» состоится товарищеская встреча между Альметьевским нефтяником и Казанским Акбарсом. Начало матча в 18.00. Перед его началом с 15.20 до 16.00 все желающие могут принять участие в автограф-сессии с участием игроков клуба «Акбарс». Очень хороший соперник, который покажет нашим ребятам то, о чем мы им говорим. Насколько надо быстро действовать. Бежать в том числе, но именно хоккейные действия. Это будет хорошая проверка для них как в техническом, но в первую очередь как в психологическом плане. В этот же день состоится дружеский матч по флорболу между фанатами «Нефтяника» и «Акбарса». Также на протяжении всего вечера альметьевцы будут радовать веселыми конкурсами и насыщенной развлекательной программой. В конно-спортивном комплексе «Пассаж» Нижнего Новгорода прошел межрегиональный чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по конкуру. Республику Татарстан представляли воспитанники конно-спортивной школы Альметьевска. Выступление получилось удачным. Наши наездники привезли пять золотых медалей. Подробности в нашем следующем сюжете. Заниматься конным спортом рискнет не каждый. Не просто усидеть на лошади, а скакать сголопом и преодолевать метровые препятствия. Для этого нужно иметь определенную смелость. Для 19-летней Зарины Хисамиевой это все только в удовольствие. В конный спорт девушка пришла из-за большой любви к лошадям и занимается уже 9 лет. Сегодня она кандидат в мастера спорта. Я как бы первый раз пришла, я влюбилась просто в этих животных, в лошадей. Представляет удовольствие общение с этими животными. Занимаясь конкуром, получаешь адреналин. На межрегиональном турнире по конкуру в Нижнем Новгороде Зарина состязалась не только с кандидатами, но и с мастерами спорта. Соперники были достойные. Но девушке удалось пройти три маршрута с высотой препятствий – от 120 до 130 сантиметров – с наилучшим результатом. И завоевать звание абсолютного чемпиона Приволжского федерального округа среди взрослых. В этом Зарине помог ее верный партнер – конь по имени Браслет, с которым она регулярно выезжает на соревнования. Ведь в конном спорте многое зависит не только от наездника, но и от лошади. Но в браслете Зарина уверена. Браслету 16 лет, но в душе он еще ребенок, ему всегда нужно выиграть, помеситься. Он настоящий боец, он знает, зачем он едет на соревнования, знает свою работу. Когда выезжаем на бой, у него горят глаза, он вкладывает всю свою душу в работу. Не отстала от Зарины и ее коллега по команде – 12-летняя Диляра Нигмадзянова. Она дважды заняла первое место на лошади по кличке Барон в двух маршрутах и взяв высоту до 100 сантиметров. До звания абсолютной чемпионки в своей возрастной категории Диляре не хватило всего нескольких баллов. Но она не расстраивается и продолжает упорно заниматься и двигаться к своей цели. В 6 лет я сюда пришла на экскурсию, а все меня записали в конную школу. Мне нравятся вообще эти животные, они очень хорошие. Мне нравится ездить сверху, ну и на соревнованиях участвовать. Как и браслету, коню Барону тоже 16 лет, и он прошел с Дилярой не одно соревнование. Вместе они принимали участие в стартах по району, затем по республике и в Нижнем Новгороде. Барон – конь своенравный, но Диляре удается держать его в узде. На соревнованиях он выкладывается, ну вообще. А так, ну дома он немного лентяй. Диляра и Зарина планируют заниматься конным спортом профессионально. И, возможно, когда-нибудь им представится возможность защищать честь страны на международных соревнованиях. Зарина Ахметова, Эдуард Калинкин, Альметьевск ТВ. Далее информация от синоптиков. 26 июля в Альметьевском районе сохранится облачная погода. Днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 14 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки 21. Атмосферное давление в пределах нормы. 745 миллиметров ртутного столба. Альметьевск ТВ объявляет фотоконкурс на лучшие летние вспоминания. Королева пляжа 2017. Отправляйте свои солнечные фотоснимки и заполненные заявки на электронную почту телекомпании. Альметьевск ТВ собакамайл.ру с пометкой «Фотоконкурс». Все подробности на сайте и в группе ВКонтакте. На этом у нас все. Эфир продолжит программы «Православный календарь». А я с вами прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова